это у меня четвертый пирог в моей жизни я короче решил что сделать взял тесто называется тесто слоеное без дрожжевое и сейчас хочу сделать просто без мяса вечером чисто вкусненько покушать купил кусок сыр сулугуни взял просто раскатал закинул сюда тесто и вот сюда буду вот так натирать сыр на большой терке чтобы он слишком сильно не растаял а был крупный сейчас весь этот кусочек сюда сделаю я просто хочу сделать как мы были в грузии и там кушали хачапури вроде называется или что не знаю сыра вроде хачапури правильно но там проблема заключается в том что там очень все соленое здесь сыр такой умеренная солености я думаю что будет самое то просто тесто хорошая и хороший сыр и офигенно короче сейчас это все дело вот так вот натру вот и вот этим тестом закинул и покажу все сыр я накрашу пару кусочков сливочного масла положил и сейчас вот это буду сверху закидывать и объединю вот так вот слепил по бокам объединю чуть вилку сверху сделал для дизайну и сверху еще накидал тоненькими несколько кусочков сливочного масла но тут разойдется и вот это тесто будет мягким чтобы не подгорело в принципе все отлично у меня получилось там целый кусок сулугуни хорошее тесто духовку я уже загрел мы просто берем это все добавляю сюда я думаю что полчаса наверно и у нас будет офигенная как там грузинская называется вот это блюдо не знаю забыл короче напишите напомните тесто и сыр я думаю что готово по любому конечно вот такой вот пирог ребята не пирог а хачапури сдулась сыром пахнет ну а ну а сейчас я кусочек на него стану положено это раз я уже видите продвинулся не ничего не разваливается офигенно просто классно хочу поле только сейчас конечно горячая получается вот такая штука тесто классного расслаивается до слоена давайте маленький кусочек попробую что все получилось нормально только чуть-чуть соли не хватает чуть-чуть не хватает только соли а так целом офигенно получилось сейчас надо это чтобы постояла сразу так вот сделаем хрустящее тесто прикольно вот так вот максимально быстро можно приготовить что-то вкусное в любой момент так что если не умеете это делать я вот тоже четвертый раз жизни делаю что-то типа пирога в принципе ничего вообще сложного нету тесто тесто чего-нибудь духовку полчаса готова все можно в день по сто раз так делать посолить сейчас пока горячее можно горячее сейчас посолим сегодня на улице жара настоящее лето да милан где-то около 35 наверно сегодня будет но у нас на этот случай есть бассейн конечно и офигенно прям так стоишь на улице тепло окутывает классно нет этот циркуляция воды просто это тебе кажется классно плавать до пока что он жарко даже нагревать ничего не надо совсем тепло тоже не очень нормально 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 вода сама классно классно кстати если вот так долго стоять наверное потом вода будет хорошо и и и и и и и и Оля приготовила тут мясо по-французски, если я не ошибаюсь, курица с ананасами и сверху сыр. Сейчас буду это все дело кушать. Выглядит вообще офигенно, пахнет великолепно. Я сейчас на улице стоял, запах пошел, я там газон косил и думал, блин, соседи шашлыки делают что ли. Сейчас пойду тоже что-нибудь сделаю. Захожу домой, это не соседи, а это Оля сделала. Так что сейчас буду кушать. Сейчас покажу наши первые огурцы. Между делом посмотрим какие помидоры выросли в нашей теплице, ребята. Такая вот теплица. Сейчас мы, наверное, перец чуть-чуть сорвать, покушать. Мы его готовить в общем не будем. Вот так вот срываем, нарезаем. Дети просто сразу съедают этот перец. Даже готовить ничего не надо, потому что он вкусный, сладкий, как будто как фрукт какой-то. Пока они вот такие вот. Такой вот красный перец. Пару штучек сорвем. Там вот вещь какой-то длинная. Веточка аж падает. Еще один. Это у нас перец. Так, идем. Вот еще перец. А, или ты не хочешь все? А, я просто показать. По минуте. Сейчас я сорву огурец. Вот, посмотрите, вот у нас огурцы. Вот. Даже перерос. Вообще даже не видели их. Думали еще в процессе огурцы. Они уже у нас выросли. Тоже сейчас положим, потом нарежем и покажем. Сейчас посмотрю, есть ли еще огурцы. Тут вот маленькие огурчики начинают расти. В принципе, огурцов очень много. Вот. Огромное количество разных цветов. Сейчас проверю на всякий пожарный. Тут один перчик что-то свалился сам. Так. Огурцы, огурцы, огурцы. Там вроде в конце еще был. Да. Короче, пока не вижу. Сейчас мы еще найдем красные помидорки. Здесь зеленых у нас огромное количество. Все это дело растет. Но нужно найти красные. И покажу вам. Тут так классно пахнет. Помидорами вообще офигенно. Мы здесь сейчас сорвем вот такой вот огурчик. Так вот выглядит. Здесь есть еще перцы, чуть-чуть другие. Вот сейчас такой еще. Это желтый перец. Надо было не зеленый, а желтый сорвать. Желтый? Или он оранжевый. Несколько штук как раз покушаю. Огурцов тут я пока не вижу больше. Вроде здесь все. Оль. Тут у нас вот огурчики, разный перец. Ах, хорошо. Сейчас еще помидорки найду. Мы это просто нарежем, чисто вот в живую покушать. Без всяких там готовок, перемешивания, всякие салаты и так далее. Нарубим витамины. Все. Сейчас я вам здесь, ребята, помидорки найду. Вот. Есть уже. Уже красненькая. Ее лучше, наверное, снять. А то в прошлом году такие большие у нас перезрели, стухли. Нафиг надо. Вот лучше достать и их покушать вовремя. Там есть еще одна. В прошлом году мы много черри ели и на большие как-то даже не смотрели. Да. Смотри как. Покажи здесь поближе. Помидорка лежала на вот этой штуке, которую держит. На веточке. Стойка. И вот вокруг стойки сформировалась такая большая. Вот еще одна там есть. Кто-то нам говорил, что мы вот так вот плотно их подвязали, и что внутри они не созреют. Вот. Плотно. Очень плотно. Посадка тут. Еще у нас закрыта теплица. При этом эти помидорки вон краснеют очень хорошо. Проблем никаких нету. Надо только вовремя их находить, чтобы не пропустить. прям красное состояние. Иначе стухнут. А тут покажи какая помидорина. Офигеть просто. Это вот и так большая. Это вот гиганты. Обалдеть вообще. Вон там просто гигантские помидоры. Арбуз вон сзади же растет. Ух ты. Посмотри. Посмотри. Арбуз. Видала? Непонятно так это нужно. Офигеть. Е-мое. Вот это помидоры. Как будто дыни висят. Дыни висят. Вот они помидоры. Сейчас мы еще дальше посмотрим. Кстати, хорошие вот эти семена нам подарили, да? Да. Это заказ наша подписчица делала у Ольги Черновой. Можете зайти к ней на канал, посмотреть. Черненькая одна помидорка. Это черри. Это еще не дозрела? Дозрела уже вон мягко стает. Лучше это снять и съесть, Оль. Или они испортятся. Угу. Они вживую очень быстро формируются, созревают. Потом резко упадут и ты даже не поймешь, что это все дело созрела. Вон уже сколько помидор. Так, вроде все собрал здесь. Дальше двигаемся. Ну там еще есть, но я не знаю, это наверное еще рановато. Желтенькая такая. Пусть пока краснеет. Вот это желтый вид? Желтый вид? Нет, чуть-чуть. Смотрите, я по плотности трогаю руками. О, жарко. Вот такое. Так. Так. Еще раз включи. Так. Сейчас давайте, ребята, мы вот так вот даже присядем. оттуда, вот сюда снимай. Сейчас попробую смотреть, какая тут помидорка. Поближе, поближе. Показываю. Вот такая помидорка. Ммм. 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 Обалдеть просто. Такая мясистая, блин. Офигеть. Вон, смотри. Не помидор, а, блин, арбуз. Эти какие маленькие. Есть вот эти зернышки, да? Угу. Такое зернистое. Попробую. Сейчас. И вижу, как снимают. Засвечивает. Офигеть, да? Как вкусно. Свои помидоры намного вкуснее. Ну, ничего лучшего нету. И вот мы заметили такую штуку, что когда сам выращиваешь, естественно, и все нормально, внешне, выглядят почему-то они как будто, чуть-чуть как будто не дозрели. Но я уже чувствую по мягкости, что внутри все уже давным-давно созрело. Очень даже хорошо созрело, да? Мы просто привыкли к таким помидорам ярко-красным, а внутри как раз таки наоборот вот эти пластик. А в живой природе все наоборот, ребята. Они выглядят не так прям красно, а внутри уже вот арбуз. Просто офигенный. Ммм. Блин, давно так. Ну, ждали, да? Ждал на. Зимой мечтал это сделать. Арбузы отдыхают. Обалденно. Так, это пускай полежит. Ммм. 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 Тут у нас есть наши огурчики. Такой огурчик. Так. Огурчик. Огурчиком пахнет. Огурчик пахнет огурчиком. Офигенно. Ммм. 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 Блин, обалденно, братан. Сейчас другой огурец. Этот. Так. Этот вкуснее, да? Вот этот вкуснее. Вот попробуй. Первый вкуснее был? Первый вкуснее, да. Ну да. Вот эти вкуснее, чем эти. Мне кажется, этот перезрел чуть-чуть. Да? Возможно, перезрел, да. Надо было раньше сорвать. Тоже вкусно. Угу. Семечки большие. Ну и еще. О! Ммм. Обалденно. Держи. Класс, да? Угу. Классные штуки. Угу. Такой не купишь. А вот, кстати, смотри. Вот. Помидорка треснула уже. Она уже настолько созрела, что просто треснула, как арбуз. Ну-ка, мне вот очень интересно вот это. Треснувшую помидорку я еще не кушал. Ах, как же вот это. Ах, помидорка пахнет. Блин, обалдеть просто. Сейчас. О-хо-хо. Поближе показываю. Еее. Блин, это не помидорка. Это просто, не знаю, арбуз конкретный. Дыня. Такая. Обалденно. Прикольно, но... Та помидорка чуть-чуть повкуснее была. Попробуй. Тут нужно еще сорта, конечно. А странная такая. Ну. У нее есть вот этот вот копчененький вкус. Как будто копченая помидорка. Угу. Да? Угу. Да, точно. Ну, вкусно. Она не такая прям помидорка. А, вот я сейчас только понял, да. Копченая помидорка. Копченая помидорка. Угу. Почему так? Угу. Угу. Вот покушаешь и больше ничего не хочешь кушать. Да. Наелся. Я, кстати, еще не кушала Ты тоже, да? Я уже наелся сегодня Ну, вот эта помидорка повкуснее Все, наелись Пока что у нас нету яблок, груш и так далее А вот эта вот тоже очень вкусная Офигеть Вот я вот одну помидорку съел Чуть-чуть огурца И не накусил просто перец И все Я уже наелся с утречка Больше ничего не охота Офигенное просто состояние Блин, все-таки классная штука Это, ребята, свой огород И это все будет расти в большом количестве При том, что мы с Олей выращиваем не так прям много Ну, мы плохо смотрим, как бы Еще не знаем, как это все делается И такие недоогородники, как мы Могут вот так вот вкусно кушать А те, кто умеют Мне кажется, это вообще можно шикарно жить Территория здесь не такая большая А вообще Если вот взять и вот так вот Штуки 3-4 теплицы поставить Можно просто Блин Нафиг магазин не сдался И это С середины лета до чуть ли самой зимы Вы можете вот эти помидоры кушать И они созревают Поэтапно Не так, что разом все красные И ты Не знаешь вот Успеть съесть за раз И потом такой сидишь Ничего нету Все это растет По ходу дела Поэтапно Огурцы по мере созревания Там Помидорки краснеют До самой зимы в прошлом году Мы кушали И вот так вот Каждый день по помидорочке Блин Это всего лишь одна теплица Офигеть Как же Вот это состояние Знаете Вот когда покушаете Своих овощей Потом всю зиму Это Помните Вот это Воспоминания В конце Когда уже Совсем холодно В октябре по-моему Да Помидоры уже собрали Ну потому что Все там Ну вы что Типа так долго Не убираете теплицу Да А у нас помидоры растут Да У нас помидоры красненькие Там все так вкусненько Еще такие Они прохладные Уже когда вот В октябре Да И Ну потом уже такие Ну наверное там Взрослые правые Надо убрать Убрали И еще вот эти помидоры Мы всю зиму кушали Я их перекрутила Блендером Или висоропой Вот И в общем Всю зиму тоже доставали И съели Вкусно было Так что Все Супер Вот у нас огурчики Посаженные Чисто семечкой Выросли Вот это Как американцы Любят говорить Органик Экологически Чистые продукты Просто Офигенные Просто суперские Помидоры Прямо по помидорке Соли А по половинке Даже Всего лишь Одну помидорку Но пополам Съели Я прям Объелся Конкретно И совсем Другие ощущения Какие помидоры Здоровые Обалдеть Там у нас Вот два раза Больше Чем такие Висят Арбузы Я таких Помидор Еще не видел Блин Короче В следующем году Мы еще одну Теплицу Поставим Я думаю Что мы Одну теплицу Прям полностью Выделим Чисто под Помидоры Разные сорта Прям Чтобы Четко Их Распределим Вот А в другой Уже будем Огурцы И какие-то Перец Обязательно Разный перец Еще возьмем Будем выращивать Просто офигенно Кайфуем Сейчас Детям Это еще Нарежем Пускай Едят Витаминчики Вот сидим С Олей На полянке У нас На собственной Полянке И наслаждаемся Вчера Вот газон Только покосил Классно Солнышко Своих Овощи Офигенно Что еще надо Ножик надо Нарезать Да просто так вот Руби И все Да я сейчас Сгорю Ну Все пошли Мы короче Домой Отличненько И это просто Ни о чем Понимаете Это просто Пару минут Чего-то собрать А там этого Перца И помидоров Вагон С одной Теплицы Одну Помидорку Съел И все И объелся Вот так вот Ребята А это мы Нарезали Милан Садится Покушать Эдвин Тому же Один Перец Одну Помидорку Съел Че Наелся Да Сейчас Съезжаю Вот Помидорки Наши Разные Здесь Перец Тоже Нарезал Несколько Разных Мне больше всего Перец Перец Вот так Это Челлендж Угадаешь Что он Кушает Да И так Понятно Вкуснодище Да Какой Перец Больше Нравится Такой Зеленый Или Красный Или Желтый Красный Красный Это Мне вообще Не нравится Вот Самая мясистая Помидорка Вот А И Вот 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 Эту Поешь Это Прям Самая Мясистая Давай Одну Штучку Просто Попробуй Скажи Вкус Одну Штучку Сможешь Давай Я не люблю Вот Эти Вкуснее Я тебе говорю Это Вкуснее Я более Жесткие Люблю Все 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 Наелась мне обалдеть это всего лишь мы чуть-чуть собрали вон никто уже не хочет есть прикиньте вот всего лишь не надо ничего салат делать пускай лежит пускай так вот подходит и едят вкуснотища вот тут валяется загорает на улице хорошо только вот туча оле мешает сейчас я уберу уберу давай братан вали не лишь у меня жена отдыхает еще оле заказала хамам не волнует говорит давай там топи бою короче хамам пойду я сейчас организую но прежде чем это сделать у нас здесь есть такая вот штуку как полы очень очень полезно и я сначала так вот срывая полынь если их возможно сорвать мощно конечно растение мощно или оторвал я там уже полынь закидывал сейчас наверное еще мяты сорву это все дело мы закинем в хамам и запустим его еще нам нужно мята многое и не надо я тут уже срывал сейчас еще положим и здесь будет идти все эти вот ароматы полынь это очень полезная штука а в хамаме тем более также у меня есть соль розового гималайска соль берем кусочек и закидываем в систему для моего хамама закрываем пар пойдет и вот эта вода пар насыщенный солью плюс еще насыщенный все делал травами разными все минут 15-20 у нас хамамчик будет готов красота просто легко удобно полезно в плане вот удобства хамам удобнее чем баня как вы видите ступеньки там готова здесь готовы офигенно следующий это у нас беседка но мастер пару дней выходные взял и обещал завтра приехать сделает следующим этапом беседку пол будет такая же плитка короче офигенно вот выходишь из хамама и красота сразу классно а еще лучше когда здесь уже начнем вложить следующий этап это уже вот площадка будет таким клинкером закладываться и вот вышел и по всей территории ходишь как дома чистота аккуратненько классно но пока бетончик но бетон у меня тоже мы ты чистая постоянно промываю но тут еще не не до конца доделали швы затирку будут делать и потом еще отмывать от вот этой налета целом уже нормально все в целом уже достаточно серьезные вопросы решены последняя штука это у меня осталось это вот плиткой мощение да и все и в принципе я сделал это создал обстановку в дому в доме обстановку по кайфу короче сейчас посмотрим проверим что там с хамамом оля пока там загорает офигенно ништяк все сам открою все готово красотища сейчас мы будем кушать а кто-то тут будет кушать а где моя большая ложка сейчас покушаем от души